Дорога в небеса Свои рассказы и живу в Америке Меня часто называют американским писателем Кстати, при этом в англии и английском Иногда я думаю, что это даже хорошо Но уже хотя бы потому, что такие люди От персонажа моих рассказов Легко узнаваемы и по одну, и по другую сторону океана И еще не будем забывать, что не в географии дело Ибо, как известно, любая дорога В конце концов, ведет в небеса Теперь о персонажах Ну вот, например, Майк Шофилд Я знал его довольно коротко Впрочем, слушайте В тот вечер на обеде у Майка Шофилда Нас было пятеро Майк с женой и дочерью Я и еще один гость по имени Ричард Пратт Пратт был известным гурманом И занимал пост председателя небольшого кружка Под названием «Ипокурейц» Он хорошо разбирался в винах И никогда не курил, чтобы не пострадал его тонкий вкус Благоразумное вино Довольно робкое и вполне благоразумное Да А вот это добродушное венцо Благожелательное и веселое Может быть, чуточку склонное к похабству Но все равно добродушное У Майка Шофилда Я уже бывал дважды на обедах Когда там присутствовал Ричард Пратт И оба раза Майк затевал с ним небольшую игру Как только подавали клавет Он предлагал именитому гостю На спор определить место и год изготовления вина Майка, это не слишком трудная задача Ну, конечно, при условии, что это вино урожай одного из благоприятных годов Пари, я уверен, что вы не сумеете опознать вино Ставлю ящик этого самого кларета Я не выставляю никакого заклада Я знаю, что выиграл И все-таки? Ну, хорошо Тысячу фунтов Идет Оба пари Пратт выиграл Ну, вот вам и завязка рассказа под таким незатейливым названием Дегустация Итак, в тот памятный вечер, зайдя в столовую Я понял, что нас ожидает пир Сомневаюсь, что у кого-то еще в нашей стране Сейчас найдется хотя бы бутылка этого вина Почему вы в этом так уверены? Читайте, что написано на этикетке Гайерслай Олексберг Это крохотная деревушка в долине Мозеля Вина на местных винодельнях производят так мало Что стороннему человеку раздобыть его почти невозможно Мне повезло Я купил последние несколько бутылок И сам ездил в Гайерслай, чтобы их забрать Мозельское идеально подходит для подачи перед кларетом Не то, что Рейнвейн Рейнвейн перед кларетом сущее вороство А вот Мозельское это то, что нужно Вы согласны со мной, Ричард? Майк Шофелд был биржевым маклером Ну, а умение разбираться в винах было частью той культуры, к которой он так стремился Сейчас, сейчас он сделает первый глоток Смотрите внимательно, мой друг, как у него удивленно поднимутся брови И уж только потом я расскажу ему о деревеньке Гайерслай Я весь внимание, Майк Прелестное винцо, не правда ли, Ричард? Но Ричард Пратт даже не пригубил вина Он был целиком поглощен беседой с Луизой, 18-летней дочерью Майка Надо признать, чертовски хорошенько Простите, вы что-то сказали, Майк? Я говорю, Ричард, прелестное Мозельское А, да-да, да-да, конечно Извините, я только закончу рассказывать вашей дочери историю об одном парижском шеф-поваре И он буквально навис над девушкой Так что вы хотели сказать, Майк? Майк оживился А теперь перейдем к ларету С вашего разрешения я сам схожу за ним Сами пойдете? А где же он? У меня в кабинете Бутылка уже откупорена Вино дышит Но почему в кабинете? Как оказалось, это лучшее место в доме для вина Мне его в прошлый раз помог выбрать мистер Пратт Ведь так было дело, Ричард? Да, да, именно так Ведь в вашем кабинете всегда ровная температура И нет сквозняков Вино стоит на зеленом шкафу с картотекой Это место мы выбрали вместе А теперь прошу меня извинить Я иду за кларетом Какой-то странный вечер Вроде все как всегда И тем не менее Или это мне просто показалось? Вот Как насчет этого сорта, Ричард? Вам его ни за что не опознать Это кларет? Ни за что не догадаетесь Хоть сто лет гадайте Это кларет? Конечно Произведен, надо полагать В какой-нибудь маленькой винодельне? Может быть и так, Ричард А может быть и нет Но год-то хороший? Да, это я вам гарантирую Что ж Такая задача не составляет большого труда Что-то необычное и недоброе скользнуло над столом Все немного напряглись Это и впрямь крепкий орешек Не стану вынуждать вас заключать пари Вот как? И почему же? Потому что задачка не из легких А Напряжение в столовой сгустилось Милый, может быть в такой прелестный вечер Не стоит устраивать ваших винных состязаний Простите, дорогая миссис Шофилд Но сейчас прозвучали не очень лестные для меня слова Дорогой Ричард, я с удовольствием Майкл Я с удовольствием побьюсь с вами, дорогой Ричард, об заклад Если только вы сами того пожелаете Ну, определить место рождения вина не составит большого труда То есть вы хотите сказать... Майкл, я же просила Подожди, дорогая Вы хотите сказать, что готова заключить пари? С превеликим удовольствием Отлично Отлично Тогда бьемся, как всегда На ящик этого самого вина Значит, вы считаете, что мне его не опознать? При всем моем уважении к вам, думаю, нет Уверен, что нет Майк, а вы не хотели бы поставить на кон что-нибудь посолиднее? Нет, Ричард Ящик такого вина это немало А может, поставите 50 ящиков? Это было бы глупо Значит, не хотите повысить ставку? Что до меня, старина, то на ставку мне совершенно наплевать Я готов поставить что угодно Майкл Папа! Ага, что угодно, стало быть Я же сказал, бьюсь об любой заклад, черт побери Раз уж вы так ставите вопрос Даже 10 тысяч фунтов? Конечно Конечно, если хотите То есть вы хотите сказать, что я могу сам назначить любой заклад? Именно это я и сказал Майк, послушай, дорогой Давай лучше прекратим всю эту ерунду и займемся мясом Оно вам почти остыло А это вовсе не ерунда, миссис Шофилд Мы с вашим мужем заключаем серьезные пари Что ж, я скажу На что готов биться с вами об заклад? Давайте, выкладывайте Мне плевать на что Пари так пари Я хочу, чтобы вы, если проспорите Отдали мне руку вашей дочери Как? Папуля, развлекайся своими пари без меня А я пошла спать Боже мой, я надеюсь, они всего лишь шутят Дорогая, съешь кусочек мяса и успокойся, Луиза Я не шучу Вы с ума сошли Что за дикость? Ну, ничего себе Забавная развлеченница Вы сами сказали, что готовы поставить на окон все Что мне за благорассудие Но я имел в виду деньги О деньгах вы даже не обмолвились Я имел в виду деньги В таком случае, жаль, что вы этого не сказали прямо Впрочем, если джентльмен решает отказаться от данного слова Я не сказал, что отказываюсь от пари Просто у вас нет ничего, что можно было бы поставить против моей дочери Да, да, да Детей у меня, к счастью, нет А как насчет дома? Это которого? Загородного Майкл! Папа! Замолчите обе А почему бы не поставить уже и второй? Хорошо Хорошо Я ставлю оба дома Я совершенно не желаю, чтобы на меня заключали пари Майк, прекрати сейчас Ты знаешь, Луиза Нам надо все это обдумать Да перестань же, папа Я не желаю вникать в этот вздор Быть закладом в вашем дурацком пари В жизни не слыхала подобной глупости Ты погоди минутку Только выслушай, что я тебе скажу Не хочу даже слушать В конце концов, я человек или вещь Замуж за этого с лягушачьим ртом я никогда не пойду И я с ней абсолютно согласна Майк, прекрати, пожалуйста Я тебя очень прошу Да замолчи ты, Луиза, прошу тебя Дело вот в чем Ричард предлагает нам нешуточный заклад Послушай, девочка Я знаю, о чем я говорю Когда специалист дегустирует вино Если только это не одно из великих вин Он может весьма приблизительно назвать район изготовления Могу тебе сказать, что это вино С крохотного виноградника И прату Простите, Ричард Вам Вам его ни за что не опознать Наверняка это утверждать нельзя А я лучше промолчу Луиза, уверяю тебя, что знаю наверняка Поверь, я очень неплохо разбираюсь в винах И потом Господи, я же твой отец Неужели ты думаешь, что я втяну тебя во что-то такое Я просто хочу раздобыть для тебя кругленькую сумму Майк, прекрати немедленно, прошу тебя, Майк Это невыносимо в конце концов Дочь моя Если ты согласишься на это пари То через несколько минут станешь обладательницей двух больших особняков Не нужны мне никакие особняки Ну, тогда продай их Сразу же и продай И мужа Мгновенно разбогатеешь и обеспечишь себе независимую жизнь Луиза, твое слово Ты можешь получить целое состояние Ну же, решайся Целое состояние? Луиза, неужели ты согласишься? Я согласна, папа Раз уж ты клянешься, что мы не проиграем Отлично Ну, ну что, Роберт, бьем по рукам Заметано Майк осторожно надел кларет брату Ну что ж Прелюбопытное венцо Он опрокинул в рот почти пол бокала И замер, впитывая первые вкусовые ощущения Хм, да А знаете, Майк В обычных обстоятельствах я бы сразу назвал виноделом Но ставки уж больно велики, не так ли? Так что я буду действовать методом исключения Вы позволите? Да действуйте, как вы считаете нужным Ну-с, начнем В какой намерности Близбордоева произвели? Догадаться нетрудно Вино слабенькое, жидковатое по консистенции Так что оно не может быть ни из Сен-Эмильона, ни из Грава Оно явно из Медока Да Вино скромное Да, скромное и застенчивое Проявляющее свою прелесть сначала робко Пожалуй, даже чуть-чуть лукавое И немножко шаловливое Ощутим привкус танина Зато в послевкусии оно восхитительно Ублажает женственностью и беспечной щедростью Что свойственно лишь винам из коммуны Сен-Жюльен Да Это Сен-Жюльен Все напряженно ждали, что будет дальше И именно в этот момент Луиза решила закурить Прошу вас, не надо Что за отвратительная манера курить за столом Вам надо от этого отвыкать Мне казалось, что в своем доме я вольна делать что угодно Не правда ли? Ну, извините, дорогая Но я просто не терплю, когда за столом курят Послушайте, мистер прав А кроме того, сигаретный дым может помешать мне точно опознать винодела То есть, таким образом, ваша дочь пытается помочь вам, Майк, выиграть пари Я об этом даже и не подумала Хорошо, так На чем мы остановились? Ах, да Вино это явно не из виноградника первого ряда Не второго Оно не из великих вин Даже не третьего ряда Но год был благоприятным Вы сами об этом сказали, Майк? Да, это был один из лучших годов Значит, это виноградник четвертого ряда Отлично В коммуне Сан-Жильен Виноградники четвертого ряда Ага Я, кажется, догадался Это вино с одного из маленьких виноградников близ Бешевеля Бешевеля Нет Нет, 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 нет Это не Тальбо Тальбо раскрывает свой характер чуть быстрее Там вкус винограда как бы на поверхности Значит, это где-то рядом В наступившей тишине я услышал, как звякнуло блюдо с овощами, которые служанка поставила на бухет А, все ясно Все ясно Это довольно редкое вино Шато Бренер-Дюкрю 1934 года Майк не двигался с места Хотя и видел, что больше всего ему хотелось исчезнуть из столовой Это ваш окончательный ответ? Пожалуй, да Так окончательный или нет? Да Еще раз, как оно называется? Шато Бренер-Дюкрю Прелестный маленький виноградник, старая винодельня Не понимаю, как это я сразу его не узнал Папочка, ну же Поверни бутылку и дай нам взглянуть на этикетку Я хочу получить свои особняки Погоди, погоди минутку Майкл, в чем дело? Не суйся, Маргарет, сделай одолжение Папа, уж не хочешь ли ты сказать, что он угадал? Не волнуйся, Луиза Тебе не о чем волноваться Сдается, Ричард, что нам стоит уединиться в кабинете и кое о чем побеседовать А нам не о чем беседовать, Майкл Нет, не о чем Я хочу только одного увидеть этикетку на этой бутылке Чего же вы ждете? Я же вижу, что выиграл пари Папа! Майкл! Папа! Так поворачивайте бутылку И вот только сейчас, после, так сказать, молнии То есть после наглого высказанного желания 50-летнего с отвисной нижней губой Пратта жениться на 18-летней девушке, послышался не гром, а глуховатый голос служанки Полагаю, это ваши, сэр? Маленькая, лет под 70 женщина подошла к Пратту и протянула ему очки, которые она сжимала в кулачке Полагаю, это ваши? Разве? Возможно, и мои, не знаю точно Да-да, сэр, это ваши Спасибо, вы можете идти Но служанка не уходила Вы оставили свои очки в кабинете мистера Шофилда На самом верху зеленого шкафа с картотекой, сэр Того, что стоит в его кабинете Вы ведь до обеда заходили туда? Вы знаете, мне не раз говорили, что персонажи моих рассказов, кто бы они ни были И где бы ни проживали, объединяет некоторая склонность к авантюризму И вот, что мне хочется сейчас вам рассказать Этот рассказ я назвал «Миссис Бигсби и полкомничья Шуба» Ах, миссис Бигсби, миссис Бигсби Конечно, Америка для женщин – страна блестящих возможностей Мистер и миссис Бигсби жили в тесноватой квартирке в Нью-Йорке Мистер Бигсби Мистер Бигсби был зубным врачом и зарабатывал довольно неплохо Амиссис... А миссис Бигсби была крупной энергичной женщиной с влажными губами Раз в месяц, непременно в пятницу днем, миссис Бигсби Миссис Бигсби садилась в поезд на Пенсильванском вокзале И ехала в Балтимор навестить свою старую тетушку У тетушки она ночевала, а на другой день возвращалась в Нью-Йорк И как раз успевала приготовить ужин своему супругу Мистер Бигсби знал, что тетушка его жены живет в Балтиморе И, безусловно, было бы неразумно отказывать двум женщинам в удовольствии встречаться хотя бы один раз в месяц Еще бы! Попробовал бы ты только отказать мне Дорогая, я согласен на все, но только при условии, что ты никогда не потребуешь, чтобы я ездил с тобой к твоей тетке Ну, разумеется, дорогой, это ведь не твоя тетушка, а моя Однако тетка была не более как предлогом, удобным предлогом для миссис Бигсби За тетушкой прятался полковник Миссис Бигсби проводила все время в обществе этого подлеца в облике джентльмена Правда, полковник... Полковник был очень богат Лиса, приехала моя лисонька Ату ее, ату Как ты можешь? Дорогая моя, я уже почти забыл, как восхитительно ты выглядишь Ах ты, старый лис! Из года в год длился без сучка, без задоринки этот альянс Минуло восемь лет Перед самым рождеством миссис Бигсби стояла на вокзале в Балтиморе и ждала поезда, чтобы вернуться домой Эта поездка... Эта поездка была необычайно приятной Полковник всегда приводил меня в прекрасное расположение духа, вы меня понимаете? Так размышляла миссис Бигсби стоя на перроне вокзала в Балтиморе и уже собиралась войти в вагон, как вдруг... Полковник просил передать Миссис Бигсби обернулась и увидела Уилкинса, слугу полковника Ах, господи Уилкинс, как вы меня напугали Простите, мэм, я не хотел вас пугать Полковник просил передать вам вот эту коробку Боже правый, господи боже мой, какая она громадная Что это такое, Уилкинс? Не знаю, мэм А записка есть? Он прислал мне записку? Записки нет, извините, мне надо торопиться В поезде миссис Бигсби сразу же побежала с коробкой в дамскую комнату, заперла дверь и стала развязывать тесенку Что же это такое? Держу пари, что это платье Нет, или даже два платья А может, это комплект нижнего белья красивого? Не буду смотреть, постараюсь определить это на ощупь Миссис Бигсби зажмурила глаза Боже, этого не может быть, это же мех Миссис Бигсби открыла глаза и вытащила из коробки шубу На ярлыке было написано Дикая лабрадорская норка Ах ты хитрюга, умеешь заметать следы Черт побери, какая роскошь Миссис Бигсби надела шубу, которая села на ней как влитая Куда бы я не пришла в этой шубе, все будут суетиться вокруг меня точно кролики Хе-хе-хе Ах, полковник, ах, старый хрыч Так стало быть, ты меня действительно любишь А что это такое в правом кармане? Все-таки записка Хе-хе, любопытно, что это ты там написал? Как-то раз ты сказала, что любишь норковый мех Вот я и купил тебе эту шубу Ах, дорогой Прими ее в качестве прощального подарка Ах, ты подлец По сугубо личным причинам я не смогу больше с тобой видеться Прощай Черт побери Это именно тогда, когда я чувствую себя такой счастливой Негодяй Но как восхитителен мех шубы Ну что ж, миссис Бигсби в одном теряешь, но зато в другом Да, выигрываешь Ох, тут еще и постскриптум Скажи всем, что шубу тебе подарила на Рождество Твоя милая тетушка Мерзавец Ты, наверное, спятил У тетушки нет таких денег Она просто не могла подарить мне такую шубу Подлец! Негодяй! Ты сделал это нарочно, чтобы помучить меня СМЕХ Ладно, ладно Эта шуба должна быть моей И она будет моей Только спокойно, без паники Ты же умная девочка Ну конечно Даже мой зубной муж удивится, если я войду в дом В норковой шубе И задаст мне несколько вопросов Спокойно Ты же раньше его дурачила Так что сиди и думай Думай, думай Два с половиной часа спустя Миссис Бигсби вышла из вагона И села в такси Где здесь поблизости есть ломбард Который еще открыт? На шестой авеню я в полном полном Тогда остановите у первого Который увидеть Хорошо, мэм Подождите меня, пожалуйста Я ненадолго Что вам угодно, мэм? Добрый вечер Здравствуйте Вы знаете, я потеряла сумочку Там были все мои деньги Сегодня суббота Банки закрыты до понедельника А мне просто нужно немного наличных На выходные дни В залог я могу оставить Эту шубу О, похоже, она новая Конечно, новая Ее недавно подарил мне мой муж Простите, но мне нужно лишь столько Чтобы перебиться до понедельника Как насчет 50 долларов? Ну что ж, 50 долларов Ваша фамилия Пропустите это И адрес Ну тогда, мэм, вам лучше не терять эту квитанцию Миссис Бигсби взяла 50 долларов Квитанцию Погладила черной мех шубы До встречи Десять минут спустя Она была дома Дорогой, ты скучал по мне? Дорогая, ты немного опоздала, не правда ли? Ты знаешь эти ужасные поезда? Тетушка Мот Передает тебе привет Мне то смерти хочется выпить А как ты? Сейчас налью А чем ты вчера занимался? Я, я поставил несколько пломб И привел в порядок бухгалтерские книги Право же, дорогой Тебе давно пора поручить эту работу другим С пломбами прекрасно справится зубной техник Я горжусь своими пломбами Замечательной Мартини А с книгами могла бы разобраться твоя секретарша Никак не могу запомнить, как ее зовут Палкни Да-да, палкни Миссис Бигсби открыла сумочку Достала носовой платок И как бы случайно уронила на полки танцы Ой, смотри Совсем забыла тебе показать Я нашла это в такси Тут есть какой-то номер Я и подумала, что это, наверное, лотерейный билет Посмотри Ты знаешь, что это такое? Нет, милый Это залоговая квитанция Что? Квитанция из ломбарда Это где-то рядом, на 6-й авеню А я-то надеялась, что это лотерейный билет Это даже занятно Видишь ли, милая Любой обладатель квитанции Имеет право потребовать вернуть Отданную в залог вещь Думаешь, стоит потребовать? Сначала надо выяснить, что это за вещь Но судя по размеру залога Видишь, здесь стоит цена 50 долларов Значит, эта штука стоит 50 долларов? Нет, она скорее стоит 500 Поскольку тут нет имени и адреса владельца То мы можем получить по нашей квитанции заложенную вещь Заплатив 50 долларов Но квитанцию нашла я Она моя И что бы там за вещь ни была Она тоже моя Конечно, конечно Нет смысла выходить из себя по таким пустякам Я не выхожу из себя Просто я немного устала А тебе не пришло в голову, что это может быть нечто исключительно мужское? Карманные часы, запонки Знаешь, в ломбард ходят не только женщины В таком случае я подарю тебе это на Рождество Но если это женская вещь Я беру ее себе Справедливо Хочешь съездить в ломбард вместе со мной? Конечно, милый Миссис Бигсби уже готова была согласиться Но вовремя одумалась Нет, дорогой Я, пожалуй, не поеду Видишь ли Если я останусь дома и подожду Будет еще интереснее Ах, милый Я уже сгораю от любопытства Наконец, настало утро понедельника Не надо слишком много работать, дорогой Да, кстати Ты найдешь время зайти в ломбард? Черт, чуть не забыл Сейчас возьму такси и заеду сначала туда Милый, если это будет что-нибудь стоящее То позвони мне сразу, как придешь на работу Позвоню, если хочешь Знаешь, любимый Я даже надеюсь, что это будет что-нибудь для тебя Примерно час спустя Зазвонил телефон Алло Алло, я получил Ах, дорогой, что же это такое? Это нечто потрясающее Ты упадешь в обморок, когда это увидишь Значит, это вещь для меня? Для тебя, для тебя, дорогая Хотя, будь я проклят, если возьму в толк Как это могли заложить всего за 50 долларов? Жди Вечером я принесу эту вещь домой Как бы не так Я сейчас же приеду и заберу ее Я бы предпочел, чтобы ты этого не делала Потому что я занят Очень занят И ты можешь нарушить весь мой график Тогда жди меня в обеденный перерыв Хочешь, я привезу тебе сэндвич? Ты же знаешь, что у меня нет перерыва Впрочем, так и быть Приезжай в половине второго И не минутой позже Ровно в половине второго Миссис Бигсби приехала к мистеру Бигсби на работу И позвонила в дверь Ну? Закрой глаза Так Все Можешь смотреть Я боюсь Ну же, взгляни Это норка Настоящая норка Миссис Бигсби быстро открыла глаза Но шубы не было Вот Полюбуйся В руках у мужа болталась всего лишь нелепая меховая горжетка Полюбуйся Вскрикивал он, размахивая горжеткой перед глазами миссис Бигсби Я сейчас закричу Я точно знаю Я сейчас закричу Что с тобой, дорогая моя, в чем дело? Тебе что, не нравится? Ну, почему же? Я Я Думаю Что она Нет Я сейчас закричу А Она восхитительна Великолепное качество Да и цвет прекрасный Знаешь что, дорогая моя В магазине такая вещь обошлась бы тебе в две-три сотни долларов Ну-ка Примерь Превосходно Она тебе очень идет Далеко не у всех есть норка, дорогая моя Как я тебе благодарна, милый У меня нет сил даже кричать Считай, что это мой рождественский подарок Только бы не упасть в обморок Миссис Бигсби, укутанная в горжетку, направилась к выходу Я убью этого ростовщика Сию же минуту поеду в ломбард и убью его Я говорил тебе, дорогая, что сегодня поздно приду домой Еще нет Судя по тому, как складываются дела Я вернусь домой Не раньше половины девятого Миссис Бигсби Вышла громко, захлопнув за собой дверь И именно в этот момент Мимо нее по коридору прошествовала Ассистентка Мужа Мисс Платни Ах, не правда ли? Великолепный денек С мимолетной улыбкой сказала на ходу мисс Платни Она шла мимо миссис Бигсби, окруженная ароматом духовку И была похожа Очень похожа На королеву И в прекрасной Черной Синеватой дым Норковой шубе Норковой шубе Которую толковник подарила Миссис Бигсби КОНЕЦ Ну, а эту историю... Историю, если позволите, я с особенным удовольствием расскажу тем, кому понятна страсть коррекционирования, особенно антиквариата. И если позволите, представлю это так, будто история-то случилась непосредственно с вашим покорным слугой. То есть со мной. Итак, рассказ третий и последний. Как вам будет угодно, пастор. Мистер Боггис. Будем считать, что это я, мистер Боггис. Ехал неторопливо, удобно откинувшись на сиденье. Внезапно перегрелся мотор и закипела вода в радиаторе. Вот незадача. Простите, у вас не найдется кувшин воды? Кувшина? Да. Вы так хотите пить? Нет, просто мотор перегрелся и вода в радиаторе выкипела. Смешно. Заходите в дом, сейчас я вам налью. Господи, а тут дубовое кресло. Нет, не может быть. Нет, это конец 15 века. Простите, можно я присяду? У меня что-то нехорошо. Так, может быть, и вам водой налить? Спасибо, конечно. Спасибо. Черт знает, что такое второе такое же кресло. В Лондоне эти два красавца потянут на тысячу фунтов. Никак не меньше. Вот вам вода, выпейте. Благодарю. Миссис, продайте мне свои кресла. Я готов предложить за них хорошие деньги. Продавать? Нет, продавать я их не собираюсь, это точно. Но, а любопытно, что вы называете хорошими деньгами? 35 фунтов. Сколько, сколько? 36 фунтов. Интересно. Это старые, очень старые и очень удобные кресла. И продавать их, во всяком случае, вот за такую цену? Нет, большое спасибо. Ну, положим, они не такие же старые. Я еще ребенком помню, что... Нет, ни за что не поверю, что вам так много лет. Нет, ну я не то хотела сказать. Значит так, 37 фунтов, и только потому, что у меня есть на примете один чудак, который покупает всякое старье вроде вашего. Нет, нет. Они очень удобные, мне без них не обойтись. Мы торговались еще полчаса, и в конце концов я заполучил, разумеется, оба кресла и согласился уплатить за них в 20 раз меньше истинной стоимости. Стоп, стоп, стоп. Если в одном тыленском доме оказалась такая сказочная мебель, то, может быть, а что, если прочесать окрестности? Дома я расчертил карту окрестностей Лондона на квадраты. Так, так. Города и поселки ни к чему. Сгодятся только хутора, фермерские дома. А как проникнуть в дом? Ну, священник, а? Ха-ха, священник. Я заказал пачку визитных карточек. Преподобный Бобис, президент общества охраны редкой мебели, и к некоторому моему изумлению план сработал без засечки. Ну, что тебе нужно? Я президент общества охраны редкой мебели. Вот моя визитка, прошу. Ничего не понимаю. Нужно-то тебе чего? Видите, в чем дело? Образовалось общество... Ходи. Не пойму, какого черта тебе здесь надо, но входи, стаканчик джина, я тебе плесну. Присаживайся. Тебе со льдом? Я, если вы знаете, присяду на этот стульчик. Да, это конец 18 века. Клянусь, еще до исхода дня я буду иметь удовольствие видеть его в своей коллекции. Ну, а пока осмотримся. Следующий дом располагался дальше, за полем. Позвольте спросить, не вы ли здесь хозяин? Ну, я. А что тебе нужно? Прошу простить, что беспокоил вас. Вот моя визитка. Преподобный, охрана редкой мебели. Чего тебе все-таки надо? Видите ли, наше общество занимается разыскиванием, описанием и, по возможности, охранением редких образцов мебели. Как-то... Ну, не, у нас такой нет. Зря теряешь время. Минуточку, сэр. Месяца два назад один старика сказал буквально то же самое. Но у него на кухне я увидел старый стул. Когда я его почистил, то старик продал его за 400 фунтов и купил себе новый трактор. Чего это вы такое несете? Заткнись. Папаша, ну, видано ли дело, чтобы за какой-то стул отвалили четыре сотни? Я сказал, заткнись. К вашему сведению, в Англии найдутся стулья, которые стоят дороже. Так, так, так. То есть ты хочешь войти в мой дом и посмотреть, что у меня там? Я не собираюсь совать нос с вашей кладовки и шкафы. Знаешь, пастор, что я думаю? Папаша, я думаю, что ты сам охотишься за этой мебелью. Чего бы тебе иначе так суетиться, а? Господи, откуда же у меня такие деньги? Хотя и тут вы правы. Если я увижу какую-нибудь интересную вещицу, и у меня в кармане будет несколько фунтов, то я не устаю перед соблазном Гэшем. Но такое случается очень редко. Папаша, заткнись. Ладно, пастор. По-моему, не будет большого вреда, если ты зайдешь в дом. Так я тоже самое хотел сказать. А вы все, заткнись, да заткнись. Заткнись. Пошли, пастор. Если уж так хочется. Не может быть. Нет, это невероятно. Комод Чиппендейла. Эти идиоты покрасили его бедевыми, но краску же можно снять. Боже. Эй, пастор, шо это с тобой? Ты что-то уже увидел? Слышь, пастор, ты чего? Да сердце. Ничего страшного. Сейчас пойдет. Стакан воды, пожалуйста. Налей ему воды и заткнись. Ну что вы, папаша, в самом деле, я еще и слова не сказал. А вы все, заткнись, да заткнись. А вы теперь сказал. Так что заткнись и принеси воду. Да я уже принес, нате. Спасибо. А я решил, что ты, пастор, что-то ты уже углядел. Да, я нашел комод Чиппендейл. Теперь я не только разбогатею, но и прославлюсь. Черт, вот шуму-то будешь. Я собрался, наконец, с силами и встал. Ну что, тебе лучше? Спасибо, спасибо. Это быстро проходит. Доктор говорит, что надо просто посидеть и вот уже лучше. Ну, стол дубой хорош, студия славная, буфет неплох, но ценности не представляет. Комод, пожалуй, на несколько фунтов потянет. О, он сколочен на славу. Да, да, подделка, подделка времен королевы Виктории. И резьба, ничего себе. Это вы его покрасили? Это я его покрасил. Да заткнешься ты сегодня или нет? Да не ругайте, мальчика. Я вспомнил, мне нужны как раз такие ножки для моего кофейного столика. Когда я переезжал на другую квартиру, грузчики покорежили ему ножки. А этот столик я очень люблю. Всегда держу на нем библию. Резьба, ничего себе. И сколочен на славу. Пожалуй, ножки вашего комода к моему столику как раз и подойдут. Да, 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 подойдут. Ну, 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 ты хочешь его купить? Да не уверен. Можно, конечно. Так я тебя правильно понимаю? Да нет, он того не стоит. Сколько? Да это только из-за ножек. Вещь-то не настоящая подделка под старину. Этот комод стоит у меня в доме больше 20 лет. Да, а до того он был у старого сквайра. Так я и говорю, не более 60 лет. Больше, больше, больше. Берс, где та бумажка, которую ты в ящике откопал? Берс, сволочь, где ты шлаешься? Да я здесь, папаша. Ну, заткнись. Где та бумажка? Бумажка, что ты нашел в комоде. Ну, ну. Вот, читайте. Боже, от Томаса Чиппендера. Большой стол, комод красного дерева. Бронзовые ручки и накладки 87 фунтов. Господи, дай мне сил. Дай мне сил быть спокойным. А вот чудо-то какое. С этой распиской комод потянет тысячи на 15. Да-да-да-да. Кубку. На все 20. Ну, как я и думал, подделка. Берс, положи квитанцию на место. А бумажка-то старинная, паста. Да, конечно, я таких сотни видел. Ну, что ж, друг мой, очень любезно с вашей стороны, что вы позволили мне заглянуть в ваш уютный дом. Ммм, надеюсь, я не слишком утомил вас своей болтовнёй. И стоп-стоп-стоп. Так ты хочешь купить этот комод? Тогда назови цену. Да я не собираюсь его покупать. А если вы хотите его продать, Скажу, что цена ему, цена ему 10 фунтов, не более. Паста, да и взгляни на эту квитанцию. Здесь точно сказано, сколько это стоило, когда оно было новым. 87 фунтов. А теперь он старый. И значит, цена ему вдвое или даже больше. Ну уж никак не вдвое. Это всего лишь подделка. Ну, я готов поднять цену. 15 фунтов идёт? 50. Дорогой мой, вы не поняли. Мне не нужен комод. Мне нужны только ножки от него. Может быть, со временем я и ящики пристрою. Но всё остальное годится только на дровах. 35. Ну, не могу, ну не могу, ну не могу. Ну нет у меня таких денег. Да и не стоит он того. И не пристало мне торговаться. В общем, 20 фунтов или я ухожу. По рукам. Забирайте. Ну вот, ну вот. Всегда так. Опять я попался. Ну зачем мне этот комод? Господи, зачем я всё это затеял? Нет, 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 пастор. Не честно идти на попятный. Даша, слово держись. Уговор дороже денег. Да, 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 конечно, конечно. А как вы его увезёте? Ну, у меня там на дороге машина. Если я объеду к вам на двор, вы, джентльмены, надеюсь, поможете мне погрузить это старьё? В фунт. Что фунт? За что фунт? Заткнись, осёл. Он, это, пошутил, пастор. Надеюсь. Я шёл к дороге, стараясь не бежать в припрыжку. Только не беги, богис. Не теряй головы, богис. Священники не бегают. Да и спешить некуда. Комод уже твой и всего за двадцать фунтов. А стоит он почти двадцать тысяч. Жаль, что нет здесь репортера. Он бы снял на плёнку, как мистер Богис везёт в Лондон комод Чиппендейла. Историческое событие. Ах, знать бы мне тогда, что тем временем на ферме... Как по-вашему, выложит он денежки? А, если не выложит, вот мы ему погрузим. Эта штука в легковушку не влезет. А у пасторов больших машин не бывает. Тогда он чего доброго скажет, ну её к дьяволу и укатит. И деньги вместе с ним. Заткнись, что-то ты разговаривался. Хотя, точно, больших машин у пасторов я не видал. Давай, выволакивай его. А теперь, папаша, слушайте внимательно. Он же нам сам сказал, что ему нужны одни только ножки. Так? Так. Вот. Вот и давайте по-быстрому спилим их прямо сейчас, пока он не вернулся. И тогда эта громила точно войдёт в машину. Папаша, надо было побыстрее, а то пастор скоро вернётся. И меня не подгоняй. И потом вон он где. Ещё и до дороги-то не дошёл. Ну, давай. Давай, пили скорее. Только гляди, спиливай у самого донышка. Они ему для другого столика нужны. Помнишь? А чего? Вполне ещё крепкие ножки. И дерево сухое, и плотное. Да. Ему нужны только ножки. Если остальное не влезет, может и не брать. А ножки-то он получит. Папаша, если он не заберёт всё до последней щепочки и не засунет это себе в багажник, то начнёт сбивать цену. Они все такие, а этот старикашка тем более. Да. Ну, так он получит все свои дрова. Неси топор. Правильно, папаша. О, давай, давай. Давай сюда колонн. Так. Опа. Вот он. Пять минуты работа будет сделана. Я одно только скажу, папаша. Гребенький комодик оказался. Плотник-то сработал эту штуковину на славу. Да, что говорит. В самый раз успели, сэр. Ну, вот, пожалуй, всё. Вряд ли я ещё могу что-нибудь добавить к тому, что вы сегодня услышали. Разве только то, что дорога, по которой мы идём по жизни, это дорога, которую мы выбираем сами. А она, согласитесь, не всегда ведёт в небеса. В радиоспектакле «Дорога в небеса» по рассказам английского писателя Роальда Даля В переводах Инны Стам и Виктора Когана Были заняты Юрий Яковлев Елена Коренева Алексей Кузнецов Евдокия Германова И Андрей Ташков Композитор и саунд-продюсер Владимир Романовичев Звукорежиссёр Любовь Рындина Редактор Марина Лапыгина Радиоспектакль создан на Радиокультура при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям и продюсерского центра «Диадема» Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова